Известно, если у обоих родителей близорукость, существует вероятность до 70%, что и у ребенка тоже будут проблемы со зрением. То есть влияние негативной наследственности на лицо. И возникает вопрос, а есть ли болезни глаз, где наследственность не имеет значения? Ну, как считают специалисты, есть и это катаракта. О ее лечении мы и будем говорить с нашим экспертом, главным врачом офтальмологической клиники, офтальмохирургом высшей категории, кандидатом медицинских наук Евгением Гурмизовым. Евгений Петрович, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. И все-таки катаракта от чего возникает у человека? Если мы говорим о возрастной катаракте, то катаракта возникает вследствие возрастных изменений, которые, к сожалению, будут у всех, и никого эта участь не минует. Потому что с возрастом, как правило, после 50 лет возникают биохимические нарушения в хрусталике, которые приводят к его помутнению. И никак нельзя на это повлиять? К сожалению, нет. Никто не застрахован? Нет. Как от морщин и седых волос никто не застрахован. Хорошо. Тогда логичным образом поговорим о лечении. Возможно ли вылечить? Вылечить на 100%? Вот на что мы можем надеяться? Катаракта можно излечить. Но излечить только хирургическим путем. То есть ни о каких физиопроцедур, каплях и прочих здесь говорить не приходится. А насколько сложна операция? Операция считается несложной. То есть длится она приблизительно 10-15 минут. И если раньше действительно такие операции относились к категории сложных, пациенты должны были находиться в стационаре, то сейчас такие операции проводятся в режиме амбулаторном, то есть в режиме одного дня. пациент приходит в клинику и через час он уже уходит. Насколько вот велик реабилитационный период после операции? Тем более операция сейчас 10 минут. Реабилитационный период на самом деле непродолжителен. То есть где-то в среднем через 2-3 недели, когда пациенты заканчивают капать капли, они возвращаются к обычному образу жизни. Это стало возможным за счет современного использования оборудования, которое позволяет делать операцию через микродоступ, практически через прокол, который не превышает 2 мм. Поэтому не накладывается швов, и пациент в тот же день уходит домой. А при каких симптомах нужно волноваться и бежать на консультацию? Зачастую катаракту можно и не заметить. Она может быть периферической, то есть не закрывать центр хрусталика, и пациент может не замечать этого. Поэтому здесь важно отметить, что после 45-50 лет нужны постоянные осмотры специалистов. Ну а типичное нарушение зрения при катаракте – это изменение остроты зрения, изменение контрастной чувствительности, теряется четкость, которая не корригируется при помощи очков. А какую роль играет искусственный хрусталик? Искусственный хрусталик – это тот девайс, то устройство, которое мы используем при замене собственного хрусталика. И он играет большое значение, потому что сейчас появилась возможность использовать искусственные хрусталики, которые позволяют видеть не только вдаль, но и близь. Фактически после операции человек может не использовать очки. Помимо этого, хрусталики могут коррегировать даже астигматизм, то есть так называемое сложное зрение. Поэтому сейчас действительно возможностей очень много, и по сути зрение после операции может быть выше, чем до развития катаракты. То, как развиваются технологии, сейчас обнадеживают. Тем более, с чего начали, что никому не избежать этой проблемы в определенном возрасте. Может быть, лет через 10 еще круче технологии появятся. Да, это точно. Но насчет технологий уже сейчас есть возможность лазерного удаления катаракты. Это вообще считается топовый уровень хирургии. Самый нанотехнологичный, так называемый. Да, самый нанотехнологичный. Поэтому технологии будут развиваться и дальше. Будем надеяться, что это непосредственно в скором будущем появится. И будем этими технологиями, конечно же, пользоваться. Спасибо вам большое за ценные рекомендации. Спасибо огромное. Желаем хорошего дня и доброго утра.